так вот мы приехали с волонтерами в приют новый строящийся строящийся с нуля в чистом поле на пустом месте вот что у нас есть домик в котором там внутри расположен кошатник с выгулом на улицу кухня для рабочих и там же некоторые из них ночевали отдыхали а сейчас переезжают вот в этот новый отстроенный дом сюда как раз сегодня рабочие переезжают жить ребят вот эти какие-то ежики здесь скрепляют меня арки вот такими ежиками это нам такой домик пытаются построить вот ребят в наше время доброта идет как нарицание быть добрым значит можно сказать все что угодно а вот быть подлым быть самонадеянным это почему-то приветствуется что с нами происходит что происходит с нашим миром ребят почему мы становимся такими почему мы становимся такими отчужденными друг от друга почему мы становимся такими злыми завистливыми когда соседу плохо мы радуемся что с нами происходит что с нами происходит Ребята, не сдавайтесь. Верните доброту в ваши сердца. Быть злым очень легко. А быть добрым по-настоящему очень трудно. Я желаю вам сил, люди. Я желаю вам сил, воли. Я желаю вам радости. Я желаю вам доброты. Пожалуйста, будьте добрыми. Будьте милосердными. Будьте просто нашими друзьями. Ведь, понимаете, мы же их приручили. Неужели все, что наша страна может дать этим бездомным, это только капсулу с ядом или дротик? Сколько же можно бороться за это? Немножко забор никак не могу доделать. Ничего. Главное, мы перемычки все наварили. Все, теперь железолисты укладываем. Сделали заначки уже, дырки для столбов для следующих. Это уже следующий вольер будет. Уже просверлили. Сейчас только столбы установим. И будет у нас еще один отсек на 4 вольера. Сейчас вот здесь только доделаем. Вкопаем. И все у нас будет хорошо. Снег у нас будет падать за забор. Я специально так распланировала. Крыша чуть выше, но высокая крыша это хорошо. Это когда жара, когда пекло. В вольерах не будет жарко. Будет все продуваться. К тому же мы сейчас меняем конфигурацию крыши. Мы вначале, изначально сделали ее неправильно. Вот теперь вот с этого вольера крыша будет идти по-другому. И у нас все будет падать за забор. Весь снег. Чтобы он падал не в вольер, а падал за забор. А там трактор проехал и прочистил. Так что у нас все нормально. Вот. Домик для рабочих. Крышу уже поднимаем. Ребята, ливень клещет вообще. Завал. Грязь какая. Ох. Ладно, что-то плохо снимает. Ну ничего. Надеюсь, все будет хорошо. Все разбежались, все попрятались. Жуть. Ну и что делать, а? Мужики мои там, вон под забором, сидят под железом. Пипец просто. Жуть. Кто хочет в гости, кто не хотел приезжать летом, приезжайте сейчас. Приглашаю всех. Голуби мои. Сейчас посмотрим. Ну что, мужики. Ребят. Вид сверху. Ну это еще обрезать ведь надо. Так, пусть закручивает. Слезайте осторожно. Края отсюда срежем. Все, Ванечка, а потом ползком по вот этим краям. Хорошо. Да и так уже срежем. Ты не шути с этим. Потихонечку. Я буду так сюда срежу. Господи, может быть развеется. Может завтра солнце будет. Есть домик, в котором там внутри расположен кошатник с выгулом на улицу. Кухня для рабочих. И там же некоторые из них ночевали, отдыхали. А сейчас переезжают вот в этот новый отстроенный дом. Сюда как раз сегодня рабочие переезжают жить. До сих пор мы продолжаем пользоваться генераторами, которые работают на солярке или на бензине. Не знаю. Проведено вроде электричество, не проведено. Поставлены столбы, висят провода. До сих пор электричество не подключено. Так, вот бытовка, в которой стоит второй генератор. Натянуты провода. И отапливается вот этот домик для рабочих. Стоят там вот, как видно, двухъярусные кровати. Но еще только сегодня они будут переносить вещи оттуда, где они до этого жили. И вот переедут в новый дом. Сейчас обойду как-то эту грязь. Ой, все под ногами расползается. Тут, да, стройка, ездит техника. Все тут разбили. Ну вот кое-где тено накидали, чтобы как-то можно было пройти. Вот летний кошатник. Пока кошек некуда переселить. Поэтому они до сих пор находятся в летнем кошатнике. Ну, правда, у них там есть домики. Вот малышня эта маленькая. Ой, какие маленькие. Но уже подросли. За неделю они так быстро растут, малыши. Вот у них там домики. Их, вот, не знаю, что это такое. Типа ковролин, я не знаю. От ветра укрывают просто сейчас. Солнышко, солнечная сторона. Они погреются, понежатся на солнышке. А нам и чех окутывают. Ну, живут они пока вот во временном кошатнике. Это летний, повторюсь, домик, который мобильный, переносной. Вот, его с места на место переносят на свежую травку. Травки уже нет. Все тут ее... Ну, посадим в газончик весной. Так. Вот как раз рабочие, которые помогают в приюте, несут сено. С собачками, которые живут вот в бытовке. Она двойная. Вот, так. Ну, вот, сено. Укрыто тут. Думаю, возьму хватит. Нет, так еще закупим. Так, ну, здесь не знаю, планируется. Тоже, наверное, что-то... Вот тоже забиты сваи. Бутовки, домики будут здесь со временем. Пока есть вот только вот это. Ах ты, мои собачки золотые. Ой, какие кнопки-то масенькие. Ой, какие мосюшки тут. Мосюшечки. Вот те мои, карапузики. Вот у них вот... Да ладно вам. Я сейчас к вам... Сейчас вот тут сниму и приду со вкусняшками к вам. Да. И всех накормлю. Ну, ты не ругайся. Да, не ругайся. Ой, замерзли руки. Сейчас я немножко перед окном. Субтитры сделал DimaTorzok